Курс евро сегодня преодолел психологический барьер в 50 рублей. Таким его установили накануне. Еще никогда европейская валюта не стоила так дорого. Но желающих купить евро по рекордной цене считаны единицы. Хотя в некоторых местных СМИ появилась информация, что евро и доллары во многих банках закончились. Люди сейчас выжидают, что будет дальше, отмечают банкиры. Мы не видим ажиотажа, мы не видим очередей в обменные пункты. Очередей нет. Вчера мы тоже не наблюдали очереди. Валюта вчера и под вечер оставалась в кассе. Любой клиент мог прийти и купить ту сумму, которая ему нужна. За два часа, которые мы провели в банке, лишь один клиент заглянул в валютно-обменную кассу. Предполагаю поехать в отпуск. Думала, придется стоять в очередях. То есть ажиотаж по поводу валюты. Ничего такого нет. Пришла буквально три минуты и купила в нужной сумме. По данным банков, в эти дни покупают валюту в первую очередь те, кто планирует отдых за границей. Хотя представители туристического бизнеса уже отмечают общее понижение спроса на отдых. Ситуация нестабильная. И есть часть людей, которые наоборот достаточно быстро собираются и переходят в турагентство, покупают путевки. Есть люди, которые наоборот ждут понижения цены, либо же спада курса валют. В турфирмах рекомендуют бронировать отель и перелет со стопроцентной предоплатой. Тогда стоимость вашей путевки не будет зависеть от дальнейшего колебания курса валют. Если человек боится рисковать, он может оплатить сразу все 100%, и цена уже не изменится. Если он оплачивает от 30 до 50%, то в случае повышения курса, скорее всего, будет повышение конечной стоимости. Раннее бронирование в основном коснулось Турция, Европа, то есть отдых с детьми, летний сезон. Также народ спрашивает, например, Сочи, но Сочи пока не установили цены. Но порой случается, что и раннее бронирование не панацея от внезапного подорожания цены путевки. Ирина Сергеева приобрела путевку в Париж, но за пару дней, которые понадобились турфирме на осуществление бронирования, курс евро резко подскочил. Мы получили подтверждение на бронирование отеля, мы заплатили за билеты Аэрофлот. И в момент получения у нас здесь у Владимира в отеле брони, нам почему-то сказали, что мы должны еще около 10 тысяч рублей. Это связали с тем, что вырос курс евро, расплачивались они с Францией там по евро. Хотя, в принципе, нам обещали фиксированную цену. Не исключено, что Ирине пришлось заплатить за путевку рекордно высокую цену. Ведь уже завтра, по итогам последних торгов, рубль начнет отыгрывать свои позиции. А один евро снова будет стоить меньше полусотни, пусть и на пять копеек. Евгений Локтенов, Александр Мажаров, Шестой канал.